Глава района провёл выездную рабочую планёрку в центре внимания детские сады и школы сельских поселений. О том, какие работы планируется провести по благоустройству и ремонту образовательных учреждений, смотрите в первом материале выпуска. В свою рабочую поездку глава района Роман Синяковский начал с посещения детского сада в хуторе Бараниковском протокского сельского поселения. Дошкольное учреждение нуждается в ремонте дворовой территории, где особое внимание необходимо уделить системе водоотведения, которой здесь сейчас нет, и вся вода после дождей скапливается под зданием и идёт в подвал. Осмотрев территорию и обсудив со специалистами возможные варианты решения данной проблемы, было решено сделать подсыпку территории, проложить люнестоки, чтобы вода от здания могла естественным путём стекать в отведённое ей место. В детском саду хутора Голицын Кировского сельского поселения необходимо сделать отмостку вокруг здания, а ещё установить дополнительный теневой навес. Глава района поручил специалистам управления строительства заняться решением этого вопроса, составить смету и внести в план работ. В прошлом году в Кировском сельском поселении по нацпроекту «Жильё и городская среда» был построен новый современный парк. И находясь в поселении с рабочим визитом, глава района Роман Сенеговский не мог его не посетить. Вместе с главой поселения Евгением Леоновым они обсудили планы по дальнейшему благоустройству и озеленению территории, а также пообщались с юными жителями хутора Голицын. Ребята рассказали, что много времени проводят в парке. Здесь есть, где поиграть и позаниматься спортом. Побывал глава района и в целинном сельском поселении. В сельской школе номер 23 проводится масштабная реконструкция пищеблока и столовой. Здесь будет заменено буквально всё, начиная от коммунальных сетей и заканчивая оборудованием. После окончания ремонта помещения будут соответствовать всем современным санитарным нормам. Детский садик поселка Целинова нуждается в ремонте входной группы, а также установке ещё одного теневого навеса. Эти вопросы также внесены в план для дальнейшего решения. В 29-й школе в станице Петровской сейчас ведётся полная реконструкция подъезда к школе. Будет сделана удобная парковка и новый тротуар, чтобы дети могли безопасно добираться до образовательного учреждения. Все работы планируется завершить уже в августе. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».